Каменный век Удача насколько важна в вашем деле? Да никак она не важна, просто скрупулезность, труд и опыт А там удача это уже результаты Ну работаем мы в данном регионе с 2006 года В данном регионе от Нижегородского поведлужья основного работа у нас проходит на территории Варнавинского района и Воскресенского Вот в данном случае вы попали на место раскопочных работ, которые проходят на селище Светлояр-1, обнаруженном на Благовещенской горе озера Светлояр Мы нашли хороший памятник археологии, который представляет из собой остатки русского средневекового поселения На территории которого встречаются также артефакты более раннего периода Каменного века Которые представляют из себя в основном кремниевые орудия той эпохи мезолит или неолит Это пока не ест Вот, то есть интересно в том, что на территории памятника федерального значения природы Обнаружен памятник археологии, который говорит непосредственно об истории этого места Здесь работаем и третий сезон Находки достаточно разнообразные В основном это массовый материал, который входит в фрагменты керамических сосудов В основном керамические сосуды относятся к эпохи средневековья И также собрана коллекция индивидуальных находок Не собрана и собирается в данный момент Индивидуальные находки можно разделить на три, как в основной группе Это кремниевые орудия очепа, которые остались здесь от усиления Каменного века Это коллекция средневековых материалов, которые можно отнести с большой долей уверенности Ко второй плане 14-го, первой плане 15-го века, так широко, если бы И третье, это артефакты, оставленные в поздний период людьми, которые посещали это место Это артефакты 19-го, 20-го века Ну, самое интересное для обывателей, в принципе, то, что в основном мы занимаемся Средневековье представлено самыми разнообразными находками Их можно разделить на несколько групп Во-первых, это изделия, сделанные из железа Это всякого рода инструменты ремесленные Это ножи, это ключи, фрагменты замков Вторая группа, это изделия, сделанные из цветного металла Сюда входят украшения в основном Это фрагменты браслетов, перстней бронзовых Это нательные крестики медного литья, тоже относящиеся к этому периоду Это также... В этом году нашли мы бусину, сделанную из серебра с позолотой По цвет металлу Что-то еще, наверное, забыл я Господи, как можно найти бусину вот в этом... Бусину? Ну, всего вот, например, за этот год Нами найдено четыре бусины Три бусины найдены на переборке Одна бусина... Три стеклянных найдены на переборке Одна мной найдена... Две одной девочки опытной А вот серебряная с позолотой бусина Она найдена специалистом по металлопоиску То есть специальным оборудованием, да? Специальным оборудованием, вот Дело в том, что надо понимать, что всяческие раскопы Это неминуемая потеря материала Неминуемые потери материала, причем достаточно большого процента Этого материала И поэтому надо использовать все средства для поиска артефактов Тем более, что мы в данном случае работаем с достаточно мощными С средневековыми, ну, частично переотложенными наполставаниями И наша задача эту утерю сделать минимальной Для этого мы, во-первых, просеиваем землю, в том числе в сите Идет ручная переборка грунта И металлопоиск Металлопоиск